Всем привет! Это рубрика, которую вы своей активностью в соцсетях Соль ТВ помогаете создавать. На уходящей неделе лидер по количеству комментариев и мнений сюжет о предложении перевозчиков повысить стоимость одной поездки в автобусе. Шо? Опять? Ага, прямо на следующий месяц после того, как в Думе одобрили пересмотр тарифов чаще раза в год. Тогда мы, кстати, предложили участникам нашей группы ВКонтакте проголосовать, когда же поступят предложения о поднятии. 25% проголосовавших как в воду глядели. Предложение от перевозчиков пришло уже в июле и на 2 и более рублей. Это еще администрация их хотелку с 44 до 30 рублей занизила. Это, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Полста комментов в Одноклассниках, 134 коммента ВКонтакте, к обеду уже 139 и 163 репоста там же. Большой комментарий, который собрал 76 лайков, зачитаю частично. Графиков нет. Ездят как хотят. Носятся как сумасшедшие. Людей в дверях зажимают. Сколько аварий. Автобусы битые. По чьей причине? Ну, насчет ДТП тут только на водителя автобусов тянуть не надо. Ситуации всякие на дорогах бывают. Похлопай! А в Одноклассниках под этим сюжетом даже подсчитали сумму семейных затрат на поездки в автобусе и предложили кооперироваться с коллегами и знакомыми для поездок в такси. А как вам идея, если проезд повысят, то ввести некий кэшбэк, чтобы не так обидно и затратно было? Извините за беспокойство. Денежку верните, пожалуйста. В общем, поднимать или не поднимать, Дума решит уже в конце месяца. А вот другой вопрос, уже решенный. Благоустройство сквера по проспекту строителей разделил комментаторов на два лагеря. Вконтакте и Одноклассниках часть людей за перемены и благоустройство. Другая часть опасается, что на лавках будут ночами зависать веселые компании и вообще негодуют из-за массового спила берез. Вот мнение. Березки. Это же символ всех времен. Сколько песен и стихов про это красивое русское дерево спето и сказано. Но, увы, все под снос, все под спил. Плиточки, лавочки, качельки, все для ночного беспредела. В скобках пьянки, музыка, драки и т.д. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы. Ну, я думаю, вопрос с такими личностями будет решен. За сохранностью арт-объектов, малых архитектурных форм и вообще за дорогим имуществом, по идее, следить же должны. Патрули там чаще проезжать будут, пешком на ряды полицейских гулять будут. Наверное, я чересчур оптимистичен сейчас, да? Я пока ни пуха, ни пера пожелаю работягам-подрядчика, чтобы на совесть там все делали и терпение, и понимание местным жителям, которые начало перемен уж сильно в штыки восприняли. Шесть-семь гневных звонков даже в редакции мы принимали. Ну, что начинается, нормально же общались. В общем, поживем и видим. Может, будет такое же крутое и излюбленное место у людей, как соляная верста, только в Боровске. Ладно, на этом все. У нас в группе Соль ТВ ВКонтакте с этой недели пошла такая активность в комментариях, что вы просто не можете это пропустить. Сюжет про порядок или непорядок на соляной версте уже ждет ваших мнений. Заглядывайте также к нам в Ютуб и Одноклассники. А с мысленным и юморным мнением очень рады. Желаю вам отличных выходных и не попадать в нашу рубрику ЧП-обзор. Пока!